Человек сегодня идет в театр для того, чтобы оставаться человеком. Робер Лепаш. Меня зовут Екатерина Землянова и это проект «Живые души», где мы ищем гармонию с собой, другими и миром в целом. А тема сегодняшней встречи – импровизация в плейбэк-театре и жизни. Почему людям так важно рассказывать свои истории и видеть их воплощение на сцене? Чем импровизация может помочь в жизни? Поговорить об этом к нам пришла Татьяна Калашникова, психолог, руководитель плейбэк-театра, ассоциированный член Центральной школы плейбэк-театра. Здравствуй, Таня. Привет. Первый вопрос, который хочу у тебя спросить. Расскажи, пожалуйста, как ты сама познакомилась с плейбэк-театром? Что это такое и как состоялась ваша встреча? В моей жизни было путешествие героя, можно это так назвать. Я родилась в Барнауле, но в какой-то момент меня позвало в другие города. Собственно говоря, уехала я в Краснодар вместе с мужем и там просто увидела анонс в соцсетях о том, что набирается курс на пейбэк-театр. Я не видела никогда, что это такое. То есть Новосибирск к нам сюда в Барнауле приехал позже. Я не видела ни перформансов, ничего. Мне просто откликнулось. Ну, то есть стало понятно, что там что-то про театр и про какой-то необычный театр, где есть люди, которые рассказывают историю. Вот я психолог по образованию, и мне вот эти две вещи, психология и театр, когда они совмещаются, мне всегда были интересны. То есть есть курс, есть центральная школа пейбэк-театра, которая готовит специалистов, так скажем, в этом направлении. Вот я год обучилась, а потом пришлось вернуться назад. То есть такое ощущение, как я специально съездила в Краснодар, чтобы обучиться, приехать сюда. И когда я приехала в Барнаул... Герой всегда возвращается. Ну да, то есть какая-то трансформация с ним произошла, потом он вернулся назад, этот герой, в данном случае я, и приехала в Барнаул. И я поняла, что... Ну то есть там, как бы, в Краснодаре было понятно, я сейчас заканчиваю, потом мы создаем свой театр, потом мы начинаем играть. И мне было все понятно, вот эта перспектива была очень ясна, и мне туда хотелось. Но пришлось вернуться. Я вернулась в Барнаул и поняла, что я не смогу без того, чтобы театр не существовал у нас в Барнауле. И вот он создался. Спасибо тебе за это. Давай для наших зрителей расскажем, что вообще такое плейбэк и что такое перформанс. Потому что такое искусство, мне кажется, в нашей стране не сильно распространенное. Да, и про Марину Абрамовича никто не знает в основном. Перформанс что это? Что такое плейбэк? Начнем с того, что такое плейбэк. Плейбэк, как бы слово английское, так знакомое, вообще, если в нашем контексте, то это мы возвращаем вам вашу историю. То есть плейбэк это проиграть заново. И именно на этом строится все действие, которое происходит во время наших перформансов. Когда зрители рассказывают историю, а актеры, тут же слушая ее, ее возвращают. То есть ее проигрывают и создается какая-то импровизационная сценка, так это можем назвать. То есть некий сюжет по мотивам истории, рассказанной зрителям. Что ты говоришь? Любви говорю нет. Случилось. А что есть? Не знаю, я. Пока нет. Ну, пустовато тут одной, на этом. А как же эмоции? А как же краски? Я чувствую. Смотри. О! Играли. Вот, это про плейбэк. Если говорить про перформанс, ну, опять же, мы можем пойти в название, да, то есть перформанс это некая трансформация, да, изменение. Собственно говоря, вот все, что касается перформативных практик в искусстве, это когда некое действие, да, некий акт искусства, да, он каким-то образом вовлекает зрителя и изменяет его. И это, причем, ну, там есть действующее лицо, перформер, да, который как-то взаимодействуя со зрителем, он его изменяет. Ну, то есть, если говорить про Марину Абрамович, да, она делала, и вот про все вот это, они делали инсталляции, где художник, он был ярким действующим лицом, он чего-то там еще делал, там, стоял, смотрел, там, как-то воздействовал на зрителя, позволял зрителям там чего-то с собой делать. Это здесь, почему наш называется, наш формат называется перформанс, потому что мы тоже взаимодействуем со зрителем. То есть, зритель не является пассивным, воспринимающим, да. Сотворец получается. Да, он является либо, ну, однозначно сценаристом, потому что по его истории все, что происходит на сцене, происходит на основе его истории. И он обязательно включен в это. Есть специальный человек, у нас он называется кондактор, то есть проводник, да, можно так сказать. То есть тот, кто эту историю, он ее как бы подымает, да, и потом переводит в мир воплощения, да, так скажем. И актеры потом ее начинают разыгрывать. Вот, поэтому зритель является активным действующим лицом, он постоянно включен, он что-то говорят они все вместе, либо потом, ну, отдельно как бы к кому-то мы обращаемся. И вот только благодаря этому может случиться то, что происходит на сцене, потому что, ну, ничего заготовленного заранее, никаких сценариев нет. Есть, ну, определенная, как бы линия поведения ведущего, да, которая позволяет эти истории обнаружить, и чтобы они родились вот в зрительном зале. Проходит какое-то время, все, опять человек открылся, опять мой самый дорогой, любимый, которому все, опять вспышка, все, опять, нет, не мою, постоянно вот в таких эмоциях. А что вот, когда не мою, это какие чувства? Отстранение. Сажу, как, где мои глаза, как, я смотрю, это ж вообще другой человек. Не мой, нет, не мою. То есть отвержение, расчарование. Смотри, я, какой лавочка. Моя, мою. Ну, это вообще другой человек, это... Мне с ней это, что ли, вообще, как, как так? Да мы с ним столько времени, душа в душу, душа в душу. Не, 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 надо что-то делать. Любить. Люблю. Наверное, вам часто тоже задают этот вопрос, а как бы чем отличается, получается, плейбэк от расстановок или от психодрамы, Потому что там тоже вроде как бы человек свою живую историю рассказывает, и какие-то заместители, что-то там происходит. Да. Но дело в том, что сам плейбэк – это все-таки театр, а не психотерапия. Наша задача не стоит в том, чтобы кого-то, условно говоря, вылечить, решить какую-то проблему, как-то помочь человеку. Такой задачи нет. Мы все-таки действуем как искусство, и наша задача – создать некий творческий акт. Акт сотворчества с зрителем мы совместно создаем вот именно его историю, ее проявляем. За счет того, что ты еще раз проживаешь свою историю, потому что истории могут быть разные, ты видишь, как проигрывается история других, и тоже с этим соприкасаешься и принимаешь на себя, то это позволяет, ну, это такой, как продышать, что ли мы это так называемым, продышать свои эмоции и чувства, еще раз с ними встретиться, пережить их совместно с другими людьми. Вот. И, ну, за счет этого возникает психотерапевтический эффект. Вот. Мы на этом… Это не цель, побочный эффект такой. Ну, здесь, скажем так, есть еще одно правило, очень важное, потому что можно же по-разному отнестись к той истории, которая звучит. Ну, вот мы когда по жизни слышим там какие-то истории, мы можем там как-то… Обесценно сказать. А, да, там, это же раз и проблема. Сейчас я тебе расскажу, что проблема. Например, так. Или просто, как бы, да, ну, как бы вообще, как можно про это говорить, да. Ну, то есть, да. Вот. А задача плейбэк-театра, ну, и вообще вот всех актеров, кто на сцене, и кондакторов в том числе, в том, чтобы позволить этой истории проявиться. Потому что каждая история имеет право быть услышанной, имеет право быть проявленной. И поэтому задача плейбэк-практиков – услышать это так, чтобы и показать это, вернуть так, чтобы все остальные зрители, даже если на первоначальном этапе они как-то, ну, там, это ерунда, да. Или еще что-то. Ну, ну, вот эти все первичные реакции появились, они вдруг обнаружили, что, о, правда, это, ну, это действительно важно, да. И вот как-то к ней отнестись совершенно по-другому, увидеть ценность этой истории. Поэтому, ну, вот этот принцип, он, безусловно, еще усиливает психотерапевтичность, потому что, ну, здесь такой уже, как, наверное, как у Фреда, вот этот был психоаналитический подход, да. Когда мы чего-то рассказываем, и даже сама, сам факт того, что ты это сейчас произнес, ты уже как будто, ну, позволил этому случиться, ты дал этому место, да. Ты дал этому место, и все остальные люди, тоже услышав это, они как бы не разрушились, они тоже как бы приняли и поняли, что да, это действительно важно. А вот очень часто же бывает так, что мы какие-то там истории не рассказываем, потому что, ну, мы не знаем, как к этому отнесется, и она вот у нас живет, 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 да. Жужжит там. Да, жужжит, а когда человек предъявляет его вдруг, то есть создается однозначно такое безопасное пространство, где он может это предъявить, и все остальные тоже к этому, ну, в этом с ним находятся и смогут в это выдерживать, то тогда твоя жизнь становится, ну, больше, вполне, и ты этому позволяешь выйти. Вот, соответственно, опять же, если мы вернемся к психодраме и к восстановкам, да, там, ну, люди фокусируются немножко на других вещах, да, вот, они не очень понимают, что происходит, все-таки плейбэк практики, они идут более осознанно к тому, что они знают, что они делают, вот, и здесь мы очень много работаем над тем, чтобы расширить наши собственные рамки восприятия, да, чтобы быть более... Безоценочным. Да, безоценочным, более, ну, толерантным, если можно так сказать, и расширять вот эти свои границы принятия того, что, ну, может случиться. Ты упомянула, что у плейбэк-театра есть какие-то принципы. Первый, что каждая история ценна, имеет право быть проявленным, а еще есть какие-то? Еще то, что мы играем только личные истории, это тоже важно, чтобы человек, который их рассказывает, он был, ну, либо участником, либо, это уже работа кондактора, какое-то отношение было. То есть я всегда, когда люди собираются в общем пространстве, что-то рождается, да, то та или иная история рождается, ну, не просто так, то есть она по ассоциативным каким-то вещам, то есть вот это вдруг у меня родилось, я про это вспомню. И задача ведущего в том, чтобы выявить личные отношения. Мы играем только личные истории. Так или иначе, за счет вопросов понимаем, а почему, ну, то есть, а как вы, как, что, какую роль там вы сыграли в этой истории. Это именно, это тоже позволяет создать безопасное пространство, да, потому что если ты находишься извне, ну, и как бы про что-то уже доносишь, что там очень много оценочных суждений, очень много каких-то убеждений, да, там, принципов, и не очень понятно, а что стоит, ну, а что же человек чувствует по этому поводу. А мы готовы принять историю, когда мы видим, что у тебя там, например, тебе больно, когда ты про это говоришь, или ты там очень рад этому, ну, то есть, когда ты как человек там проявляешься, а не просто как некий сторонний наблюдатель и судья. Ну, это вот все, что связано с толерантностью тех или иных видов, да, там вообще у плейбэк-практиков есть 15, наверное, принципов, которым они должны придерживаться, вот, и, ну, они... Целый кодекс чести. Да, кодекс чести, вот именно как раз про то, что мы, ну, про принятие истории. Еще очень важный момент, это про то, как мы возвращаем историю, это тоже наш принцип, что мы не играем, мы никого не изображаем, потому что любое изображение, ну, у нас уже не профессиональные актеры, любое изображение, оно тоже часто, как бы, нас вводит в состояние неких культурных стереотипов и установок, да, ну, то есть, грубо говоря, если ребенок, то вот они дети какие-то ходят там, что-то агукают, картавят и так далее. Если это там, например, человек из другой культуры, то у него там может быть какой-то акцент или там он как-то двигается по-другому. И вот, ну, любая оценочная вот эта история, да, изображение, оно тоже вводит нас не в то немножко состояние и немножко не те аспекты подсвечит. Поэтому мы не изображаем, а мы ищем в себе ресурсы, как-то во мне откликается, да, то есть, что я при этом, как человек, чувствую, да, где это во мне, вот, и, собственно говоря, через это возвращается. Какое непростое это ремесло. Вот мне как раз хочется об этом поговорить, о закулисе плейбэка, потому что я когда первый раз побывала на перформансе, я вышла с под такими глазами, с огромным, в шоке. И часть моего шока была просто вот как вы это делаете, просто как это, что это магия, это фокус, это чудо какое-то, как это все происходит. Расскажи вот про актеров, я правильно слышала, что это не профессионалы всегда? Да, да, ну, вообще разные есть команды, например, новосибирская команда, там профессиональные актеры работают, вот у нас непрофессиональные актеры. Но, как бы, плейбэк не требует, для того, чтобы стать плейбэк практиком, не нужно иметь специального... Школа Станиславского. Да, хотя вот сейчас, например, мы уже три года существуем, мы понимаем, что нам где-то, наверное, чего-то не хватает, да, там, хочется большей степени свободы, там, в владении собственным телом, там, голосом и так далее. Но, в целом, такой задачи не стоит, потому что плейбэк практика не правит. Если говорить про то, как это происходит, ну, что мы тренируем? Прежде всего, это коллективная импровизация, ну, то есть, когда люди совместно чего-то создают, да, чего-то выстраивают, какой-то некий конечный продукт. Вот, это первое, над чем мы постоянно работаем. И здесь тоже есть ряд правил и принципов, над которыми важны, чтобы любая коллективная импровизация случилась. Я могу их обозначить? Давай. Ну, первое, это всему да. Такая очень простая вещь, по-моему. То есть, как в КВН, вот это так, стоп, вот это голос нет. Ну, да, что, поскольку у нас много, да, и у каждого своя какая-то история, да, и для того, чтобы сложилась совместная картинка, мы не можем игнорировать то, что внес, там, твой напарник. И если кто-то, как это называется, импровизаторский вброс, кто-то вносит некую идею, да, для того, чтобы ее реализовать, то ты не можешь ее отвергнуть и сказать, слушай, нет, это вот не то, вот давай вот так сделаем. Чтобы сложилась совместная картинка, нужно сказать, окей, да, и добавить что-то свое. Ну, то есть, это немножко усложняет, да, ну, потому что, ну, вот, например, там, ты выходишь, там, в одной роли, ждешь, что другой, там, партнер будет, например, в роли, там, матери, он выходит в роли отца, и вообще с мужского рода начинает говорить, тебе нужно тут же как-то перестроиться и принять вот этот вброс. Но чтобы сложилась, вот эта магия случилась, это нужно сделать обязательно. То есть, нужно сказать этому да и развить эту идею. Это такое коллективное творчество, когда ты, ну, на каждую идею принимаешь и ее добавляешь. То есть, в принципе, на этом строится мозговой штурм, да, мы все сначала принимаем и потом как бы будет развиваем. Это первый момент. Второй момент – это про щедрость. Прямо так и звучит принцип щедрости. То есть, это ты не один строишь эту сцену, да, ты, вас несколько человек, ну, конкретно четыре, и, соответственно, ты можешь, конечно, есть такие люди, мы прямо над этим работаем, которые очень ответственны, ну, то есть, если не я, то кто, да, и они прямо берут, и вот все, они все могут сыграть. Они могут, тут поиграли одного агера, потом раз, отскочили в другую сторону, уже в другом. Ну, то есть, они могут всю историю сами в десяти лицах сыграть. Человек-оркестр. Да, но опять тогда не случается чудо, тогда зритель, когда на это смотрит, он такой, так, ну, так, а что происходит, да, вот, и поэтому нужно быть щедрым, это значит, нужно позволить другим тоже проявиться, да, оставить, ты делаешь, ты делаешь какую-то, вносишь свою фразу, и у тебя после этого многоточия ты ждешь, что произойдет дальше в команде. То есть, вот такое, это, конечно, ну, создает определенный ритм, да, что ты слушаешь, ты принимаешь, ты действуешь, и ты снова находишься во внимании, принимаешь. Но за счет этого создается ощущение, что актеры, вот они это репетировали, да, они точно, ну, вот нам последний раз сказали, а я думала, что все зрители, которые сидели в зале, что вы с ними заранее договорились, да, историю отрепетировали, и вот сейчас вы ее играете. Но вот именно за счет того, что мы вместе, давая возможность каждому проявиться, строим общее, ну, идем на общий результат, за счет этого получается вот такое волшебство. Есть еще такая штука, вот конкретно в пейбэк театре, да, и такое, можно сказать, правило. То есть, любая спонтанность, она должна быть, для того, чтобы это сложилось в какую-то картинку, которую может воспринимать другой человек, и, ну, как бы не воспринималось, что за сюрп происходит, есть некие правила и формы, по которым существует импровизация. То есть, ну, грубо говоря, кто куда пошел, ну, во-первых, что мы берем из истории, потому что в истории очень много всего, и на разные вещи можно обратить внимание. Фокус пейбэк практиков ориентирован на вполне конкретные вещи, и мы знаем, на что мы смотрим, да. То есть, вот сейчас мы смотрим там на чувства, да, людей там, или сейчас мы фокусируемся на том, какая трансформация произошла во времени, или сейчас мы смотрим на то, как герои в этой истории взаимодействуют друг с другом, какие между ними отношения. То есть, фокус внимания у актеров в одном месте. То есть, это не тот слон, на который один смотрит с хвоста, другой, и не могут договориться, а мы вот как бы смотрим на него вместе, в одном направлении. И второй момент, это про то, что есть, как бы, ритуалы внутри театра, как мы возвращаем ту или иную, это называется у нас формы, то есть, любая история мы обрекаем в некую форму, некая структура. Ну, то есть, если это одно чувство, да, то мы там вот так вот, например, встаем, выстраиваемся вот в это, и дальше отсюда идет уже наша импровизация. Если там это два чувства, которые там существуют у человека одновременно, то мы вот так вот встаем и вот так вот возвращаем. Это позволяет, ну, создает некую упорядоченность, где, как я всегда привожу этот пример, и мне кажется, он очень показательный, есть калейдоскоп, да. Там очень много стеклышек, которые, вот если они просто так набросаны, то, ну, можно увидеть в этом некую красоту, да. Но когда они помещены в этот шестигранник, да, или там восьмигранник, и определенным образом здесь отражается, то тут мы тогда видим там цветы, там салют, что-то еще. Мы видим некую форму, некую структурированный хаос, да, который красивый, да, на который ты смотришь, думаешь, да, это красиво. А тут еще как бы, ну, вот кто-то разглядел, кто-то не разглядел. Вот. Когда есть эта структура в импровизации, она создает вот это вот, ну, упрощает восприятие для зрителей. Потому что все-таки мы как бы, мы выделяем фигуры, да, эта фигура должна быть видна, а не много хаотических каких-то там просто. Мне очень отвлекается, что ты говоришь про импровизацию, про всему говорить, да, про вот эти вот фокусы внимания, про там уважение к импровизации другого. А вот если мы возьмем контекст чуть пошире, импровизация в жизни, что ты думаешь об этом качестве, переносится ли оно вот с мира плейбэков в какую-то реальную жизнь, или как вообще можно обходиться с импровизацией в жизни обычной, за пределы сцены? Ну, вот для меня плейбэк – это путь. Я в какой-то момент поняла, что это, ну, несмотря на то, что это откликается там моим основным интересом психологии и театру, что однозначно он меня меняет, да, меняет в плане, я вот прям недавно фиксировала, прежде всего это позволяет быть более смелым, да, потому что ты, по сути, готов ко всему. Вот когда ты находишься на сцене, ты не знаешь, что произойдет, и ты должен быть готов к чему бы ни случилось, и тебе это нужно принять, вот к что бы ни случилось. Мне кажется, это очень откликается к тому, что происходит в реальном мире, да, потому что, ну, не знаю, оно, в общем, и раньше было, да, так, просто мы как-то себе, как будто устанавливаем некое расприятие мира, считаем, что вот наш мир стабильный, в нем как бы все вот так вот упорядочено и правильно. Бережим колесом его называем или днем сурка. Да. Глупыши. Ну, вот как-то последние несколько лет показывают про то, что это какая-то наша иллюзия, в которой мы долгое время пребывали. И последние несколько лет показывают про то, что мы совершенно, ну, не знаем, что произойдет дальше. Вот этот момент, когда ты постоянно учишься быть готовым ко всему, неважно, что это соответствует твоим ожиданиям, или это вообще может быть что-то, чего ты не ждешь, то, естественно, это формирует твою устойчивость и твою готовность встретиться с разными ситуациями, которые в твоей жизни происходят. Вот, это один момент. А второй момент, ну, поскольку ты действуешь, да, то есть помимо того, что, ладно, ты встретился, да, тебе еще нужно дальше как-то, исходя из этого, действовать, вот, чтобы выстраивать историю. Вот, а кроме того, это расширяет наши, ну, поскольку мы принимаем разные истории, это уже не про импровизацию, а про плейбэк театр, то это позволяет вернуть человеку субъектность, что ли, да. То есть мы можем, смотрим на него не как на того, который вот действует, он, наверное, плохой человек, потому что он вот так вот так действует, а мы заглядываем туда и во внутреннюю часть его истории, понимаем, что у него точно есть основания действовать так или иначе. Когда ты в жизни встречаешься с какими-то такими вещами, то ты начинаешь разбираться, а что там, да, а что за этим стоит. Ну, то есть это же не просто так, это не потому, что он какой-то там ненормальный псих, там, или еще что-то, или просто плохой человек, да. И тогда, когда мы вот так вот наклеим такой рлык, плохой человек, то мы вроде туда, нам же все понятно, что туда смотреть, да. А когда ты вот так вот расшатываешь вот эти свои границы восприятия, то ты всегда смотришь, ну, а что там. И это раскрывает такие, ну, как бы богатства мира и того, как по-разному оказывается мы живем, на все реагируем. И больше вариантов встретить близкого по духу человека. Вот это, кстати, один из эффектов перформанса. Почему-то в конце, ну, за счет того, что звучат разные истории, люди через них соединяются, возникает такое групповое ощущение единства, да, что мы все люди, человеки. Ну, как бы так, но вот как будто ты в этом мире не один, да. И часто есть желание там у зрителей подойти, там, обнять кого-то. Кто-то это прямо здесь реализует, кто-то это потом несет там домой, обнимает своих близких. Но вот это ощущение одиночества, с которым мы все равно так или иначе живем, тут вот ты прямо понимаешь, что ты находишься в общности людей, которые такие же, как ты, чувствуют так же, как ты. И от этого тебе становится более безопасно, что ли, в этом мире. Так здорово, ты рассказываешь про это все. Я вот чувствую в себе уже желание как-то проявиться, как импровизатор, прокачать в себе навыки вот этого контакта с миром, совершенно другого, непривычного. Расскажи, как я могу себе в этом помочь. Ну, то есть что можно сделать, почитать, упражнения, книги, все что угодно, чтобы продвинуться в этом искусстве, импровизации, такого танца с жизнью открытого? Ну, конечно, можно прийти к нам. То есть можно прийти. Вы всех берете? Мы берем всех. Скажем так, для того, чтобы стать практикующим, поебек-актером, нужно пройти определенный курс. Есть вот базовый курс, это 36 часов обучения, когда ты можешь потом играть на сцене, возвращать эту историю, но есть более продвинутый, скажем так, там уже практически целый год нужно учиться и приглашать тренеров из Москвы. Но можно попробовать просто с этим соприкоснуться. Мы проводим периодически мастер-классы какие-то, приглашаем людей на открытые репетиции. Можно просто прийти на наш перформанс, даже посмотреть вообще, как это существует, и позволить себе там проявиться. Можно, я всегда вспоминаю фильм, есть такой фильм с Джимом Кэрри. Всегда говорит да. Я тоже про него вспомнила в процессе разговора. Всегда говорит да. Он чем-то, он похож на вот эту нашу... Философию. Да, на нашу философию, когда нечто, мир там предъявляет тебе какой-то, делает такой вброс, вот так это назовем, это в импровизации называется. Ты на это реагируешь, а не нет, нет, ни в коем случае, а как бы, ну, а если я попробую, да, то что будет? Вот, конечно, с жизнью сложнее, ну, потому что у нас рисков больше. Вот, потому что иногда, ну, нам что-то такое предъявляют, и ты можешь в это пойти, и не факт, что ты там это вынесешь, потому что там же все по-серьезному в жизни. Поэтому вот в каком-то таком искусственно созданном пространстве, да, вот там в театре нашем, это более безопасно. Но это однозначно, там рано или поздно ты вдруг включаешься, у тебя включается то, что, ну, там чего-то там человек тебе говорит, и ты на это начинаешь по-другому реагировать. Вот поэтому вот как-то, если начать хотя бы иногда себе задавать вопрос, а почему бы и нет, да, то есть если что-то тебе жизнь предъявляет, это тоже будет прокачивать какие-то импровизаторские навыки. Угу, класс. Нормально. Вот ты уже там, сколько там, больше трех лет свидетельствуешь истории разных людей. Есть ли какая-то или какие-то, которые тебя особенно зацепили, ну, или как-то вот внутри? А, ну, у нас, почти каждый перформанс, в каждом перформансе, не почти, а в каждом перформансе есть сердце, так скажем. Это называется сердце перформанса. Когда звучит какая-то история, которая, ну, однозначно, весь зал и нас всех эмоционально задевает. Вот. И в которой возникает очень много чувств, либо у рассказчика, либо у зрителей, ну, у актеров очень много энергии, и которая является так пиком перформанса, да, то есть вот пиковой точкой. Вот. Вообще мы, ну, у нас есть такой принцип еще конфиденциальности, да, то есть что про это, да, нельзя рассказать. Мы на перформансах не снимаем для общего обозрения, ну, то есть мы снимаем истории только для того, чтобы потом это разобрать, посмотреть, а насколько мы, ну, насколько нам удалось вот понять, про что была история, насколько точно мы ее вернули, да, вот эти вот вещи мы делаем обязательно. Но так вот как бы мы этим не делимся. Вот. Но на каждом перформансе что-то случается. Обычно это связано там либо с какими-то очень тяжелыми, травматичными вещами, либо как раз, когда это выходит там за рамки общепринятого, и вдруг человек расскажет что-то такое, что весь зал, ну, сидит и думает, кошмар, какой кошмар, какой кошмар, как он вообще, как это, вот. И потом мы это возвращаем, становится понятно что-то. А про что это история? Вот. И все выдыхают и двигаются дальше. Расскажи тогда, знаешь, о планах. Ну, то есть всегда же у творческих людей спрашивают, какие ваши планы, что планируете, куда дальше, как видите свое будущее, развитие Плэбэка Барнауль. Прежде всего мы выходим на разные аудитории, да, на группы людей, которым в той или иной степени сложно, ну, как скажем, нет голоса, да, чей голос слабо слышится, например, в социальном пространстве, ну, важно говорить. Ну, вот, например, мы в прошлом году несколько раз ездили в исправительный центр, где заключенные, которые уже на условно-досрочном, это те люди, которые, ну, как бы, ну, мало кому интересно вообще слышать про что-то. Вот. И, соответственно, мы хотим двигаться в этом дальше, да, и идти в те аудитории, которых мы еще не были. Это наша социальная задача, мы ее так для себя ставим, чтобы давать возможность этим людям сказать что-то про себя, вот, именно про свое личное. еще есть задача, мы уже тоже это начали делать, выходить в корпоративное пространство, вот, потому что все вот эти вот особенности взаимодействия, да, в плейбеке, плюс возможность прозвучать разным историям, они тоже очень важны для компании. вот, во-первых, не всегда, ну, в компании тоже не все голоса слышны, да, вот, и возможность этому проявиться очень важна. Второй момент, что поскольку люди соединяются через истории, то это тоже такио формирование таких каких-то невидимых связей, которые, ну, мы вдруг чего-то пережили и поняли, что мы одно целое, да, что если мы там вспоминая какую-то историю нашей компании, вместе ее проживаем, мы понимаем опять ее ценности, мы на каком-то другом уровне соединяемся, и мы туда тоже идем, активно работаем над тем, чтобы использовать, чтобы бизнес брал на вооружение это. Мне кажется, для стратегических, для стратегических сессий это было бы очень круто, потому что там один из этапов, вот это как раз нужно поднять энергию, ощутить себя сообществом. Да, и для раскачивания, да, этой энергии, и в том числе для заземления, после того, как вот что-то мы вместе пережили, как-то резюмировать этот опыт и собрать его в один, тоже, вот на этом этапе можно. Второй момент, на что мы хотим выйти, мы уже пробовали в прошлом году и тоже хотим активно развивать в этом, мы называем это психологическими вечеринками, то есть, когда люди приходят, ну, то есть, начинала какую-то тему, да, там, через ряд практик, да, психологических мы эту тему поднимаем, и потом за счет перформанса опять проявляем за землями. Вот, и в этом году есть желание выйти на семейный формат, то есть, где приходят там либо пары семейные, либо родители с детьми. У нас уже был опыт, мы ездили в санаторий, там были родители и дети одновременно. И когда это прям такой способ опять объединиться, особенно с подростками, там, где вот эта связь начинает, где уже формируется, ну, самостоятельная личность, которую почему-то еще, там, не хотят слышать, да, или там слышат как-то не так, да, или он проявляется так, что это становится, там, болезненно для родителей это воспринимать. Вот, а тут, когда эти истории начинают звучать с одной и с другой стороны, то обнаруживается, ну, опять возникает вот эта общность, да, что даже несмотря на то, что вот мы сейчас находимся на этапе, там, сепарации, разделения, мы все равно очень любим друг друга, очень друг друга ценим. Вот, и вот, вот в это хотим пойти. Вот, ну, а еще у нас есть там ряд внутренних задач, и мы решили в этом году сделать пластическо-музыкальный перформанс, вот, где меньше нарратива, а больше вот таких форм возвращать, да, через тело, через голос, и поэтому активно сейчас занимаемся практиками такими, поэтому вот как-то идей много, и есть очень много желания реализовывать их. Доброе. Надеюсь, что все получится. Спасибо большое за этот разговор. Хочется верить, что он пробудет в каждом желании чуть больше импровизировать и чаще говорить в жизни «да». А следующая наша встреча будет посвящена социальным сетям. Чем опасны соцсети и как использовать их для проявления своего творчества, для личностного роста и даже для психотерапии. Обсудим. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...